Привет, дичи! Мы продолжаем бродить по лесу и выживать. Играем мы в лесной форест, что переводится как лес, но ты уже сам это понял. Нифигайся, дарищи. И там есть и днище. Сюда надо спуститься, Джеки. По-любому надо спуститься. Там что-то важное. Там прям камни выложены, прям манят меня. Слушай, Джеки, надо спуститься, по-любому. Ладно, мы этот вопрос решим позже. Поскольку мы в заднице. Ну, в смысле, мы выжили вдвоем, и поэтому мы в заднице. С другой стороны, хорошо, что мы выжили. А с другой стороны, все-таки мы в заднице, потому что у нас нифига нет. Мы находимся в лесу, где обитают какие-то вурдалаки, которые хотят нас есть. Поэтому нам нужно сделать убежище. Делать убежище, я думаю, мы будем здесь. Мы искали долго это место, но хотя как искали. Наткнулись на первопопавшиеся с водичкой, будем делать здесь. Кстати, Джеки, ты прикинь, ты прикинь, что? Говорят, что ты, наверное, этот, бот. Там, бегаешь за мной просто. Ну, типа, ты, это, неодушевленное существо. Ну, как еще? Ты, главное, не обижайся, ладно? Короче, ты, типа, ну, не умеешь болтать, поэтому ты никто. Ну, как бы, ну, ты понял, да? Блин, главное, чтобы он меня деревом не зашиб. Маша, жевать, ты предупредил бы хоть, сказал бы. А, ну да, ты ж не болтаешь. Шумись! Дерево падает. Ювелирненько. Рядом с домом мы не зашиб, Джеки Чана. Значит, мы строим... Чё, я ж тебе говорил, нет. А, склероз. Короче, хижину мы строим. Вот, я повторюсь. Ну, вот, коробочка готова. Правда. Свободная касса. Гамбургеры, чимбургеры. Вот так вот. У нас теперь есть двери. Как у цивильных людей. Все не как в пещере. Зашибись. Дверки открываются. И место здесь, в принципе, только для меня одного. Джеки будет спать возле двери. Хе-хе-хе. Короче, Джеки от меня съехал. Сказал, что будет жить отдельно. И поэтому делаем ему, типа, охотничий домик. Ну, типа, крутой. Э-э-э. О, паук. Мама. Пауки! Чёрт возьми, надо бежать отсюда. Шашлычок, шашлычок. Мой милый шашлык. Типа, сейчас это же актуально, да? Надо только придумать, куда ваткнуть этот кострище. Уэточки, уэточки. Балка-шабалка. Оп. Ща шлик из ягуана. На пальчике я ближе. Есть ещё мясо вороны. Или это как... Поблин. Кроличье мясо. Хотя. Какая разница в толку? Главное, что не кора дерева. Прорезатель. Хочу прорезать себе окно в моём домике. Только, походу, это будет прям... Такой нормальный окнище. Входное отверстие. Ладно, пофиг. Короче, делаю себе маленькое окошечко. Чё? Мой... Мой дом! Джеки! Я сломал свой дом. Ладно, не беда, подумаешь. Сейчас сделаю себе лавочку костра и буду жить на лавочке. Самая идеальная лавочка. Чудная просто. На души. Блин, кажется, у нас там шашлык подгорел. Одни угли остались. Джеки, ты чё за шашлыком не следил? Тьфу, блин. Всё спалили. Ну ладно тебе, Джеки, не психуй. Чё ты? Новый сделаем. Новый сделаем. Новый сделаем. Ну, в принципе, в принципе, получилась какая-то жопа. Слушай, всё криво, всё косо. Нужно в срочном порядке это безобразие демонтировать. А то пол не по ГОСТу, понимаешь? Потом сам об него спотыкаться будешь. В общем, спроектировали новый пол. Джеки Чан красава вообще. Сумел там нормальненько всё наладить. Короче, теперь осталось только бревно найти. Ну, в смысле, брёвна. И всё будет чики-пуки. Примерненько посмотрим, чё получится. И идеальнейший пол. Ровный. Без всяких там выпираний. Ну, как надо. Просто конфеточка. Всё, пошли рубить деревья. Гляди, чё нашли. Древнее дерево. Вековое. Столетнее. Правда, его не срубить. Ааа, жалко. А столько брёвен пропадает. Короче, наверное, на нём надо было дом на дереве делать. А ещё мы тут нашли разбросанные чемоданы. Пол почти достроили. Но он падал, смотри, чё с ним. Он, короче, в землю входит. Ааа, вот это дела. Работы непочатый крыль. Возишь брёвна, возишь камни, а дом всё не строится. Короче, пришли к выводу, что нужно делать второй уровень пола. Узо, пол готов, наконец-то. Единственное, только через него трава растёт. Но это не страшно. Осталось только сделать стенки и крышу. Вот это другое дело. Окошечко готово. Что такое? Пожар! Ты подальше от дома, главное, держись от брёвен, слышишь? А то мы таким макаром дом никогда не достроим. Всё сгорит к чертям. Давай тушись! Слава богу. А ночь-то ёкарный холодный стали. Надо кастричи разжечь, а то помёрзну тут на холоде. Фу, слава богу. Тёпленько как. О, души. А вот и двери готовы. Осталось только, знаешь, типа, ну, эти лесенки к двери сделать, чтобы не спотыкаться. Ну, короче, покрыть затею всё, замутить и всё. Ну чё, ну чё, пойдём я тебе покажу. Короче, заходим в нашу квартирку. Здесь у нас будет шкафчик стоять. А вот такой вот, по-моему, в стенку въехал. Ну, ничего страшного. Двери у нас со смарт-замком. Когда хочешь, закрыл. Когда хочешь, открыл. Не пустим китаёзу. Пускай там постоит. Постучи в дверь, чтобы тебя открыли. Ладно, заходи, я сегодня добрый. В общем, проблема у нас такая. Мы начали уже обустройство квартирки. Тут стол, стулья, кровати, шкафчики. Но крышу мы ещё не начали делать. Потому что Джеки ещё не сообразил, как её сделать. Но зато у нас есть ловушки. Видишь, какие крутые. Для кроликов. Начали строительство моста через речку. Потому что чертовски неудобно постоянно мокнуть. Поэтому мост нам нужен сто процентов. Всё, магия произошла. Мост у нас готов. Теперь мы не будем мочить свои штаны. Хе-хе-хе-хе. Зашибись. Осталось только крышу соорудить. И всё. Ну вот. Вот тебе и крыша. Вот такая острая будет. Надеюсь, что от дождя спасёт. Ну, наконец-то. Первая ночь. Первая ночь в своих стенах. Правда, у нас ещё не готова кровать. Поэтому будем спать на полу. И ещё, конечно же, нет крыши. Утро наступило. А мы вовсю колбасим. И строим крышу от дождя. Вот так-то. Короче, у нас уже две телеги есть для перевозки брёвен. Потому что на крышу чертовски много нужно древесины. Короче, пошли рубить дерево. Ох ты, ёхерный. Долбаные летучи мыши. И наткнулись на какие-то странные коробки. Висящие головы. Ну и пещеры, собственно говоря. Походу, сейчас будут пещерные приключения. Сейчас я этого Джеки позову и пойдём. Ох, ядрёно, сыкотно как мне, а? Свет надо включить. Мы снова в пещере, Джеки. А, кстати, да. Джеки сменил внешность. Он теперь бородач. Так, так, так. Чё за? Листочки какие-то? Ты понял намёк, Джеки? Обосраться не встать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»